Здравствуйте, жители Иркутска и Иркутской области, это программа Фактор Здравого Смысла, я и автор и ведущий, журналист Игорь Альтер. Тему сегодняшнего эфира мы назвали так, экономика, что год грядущий нам готовит. И тут сразу возникает еще один вопрос, по каким критериям мы будем определять экономические результаты минувшего и этого годов. По отчетам газеты, где показатели нередко случаются, не имеют ничего общего с содержанием наших холодильников и семейным бюджетом. А средние зарплаты, определяемые лукавой статистикой, можно хоть как-то воспринять, но только обладая большим плодом фантазии. Его величество рубль, сегодня хотим мы того или не хотим, стал показателем экономического уровня нашей жизни. 20% населения нашей области проживает за чертой бедности, как говорит Иркутская статистика. Вот этот аспект нашего регионального бытия, на мой взгляд, должен быть в эпицентре внимания всех уровней власти. Когда мы говорим о будущем нашей области, мы остановимся не только на каких-то моментах, связанных с нашим бытовым существованием, но обязательно остановимся и на положительных сдвигах, которые в прошлом году растопили лед замерзающей экономики. В гостях у меня сегодня министр экономического развития Иркутской области Евгений Рачевский напротив меня. Рядом с ним сидит сопредседатель Клуба Байкальских стратегий и председатель общественной организации «Деловая Россия» рядом Роман Ищенко. И рядом со мной генеральный директор развития корпорации Иркутской области Алексей Урюков. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Готовьте ваши вопросы, желательно исключительно на экономическую тему. Телефон в студии 8 800 302 15 50. Я еще раз повторю. 8 800 302 15 50. Здравствуйте, Евгений Александрович, Олег Михайлович и Роман Владимирович. В начале беседы хочу напомнить, что страна наша мировую экономику своим вкладом не обременяет. Он меньше 2% в мировой экономике. Вероятно, поэтому 83% россиян хотят социально-экономических перемен. И на таком же, то есть на 83 месте, если я не ошибаюсь, находится Иркутская область по инвестиционному рейтингу. Поэтому, говоря о том, в какой реальной экономике мы жили вчера и в какой нам жить сегодня, предлагаю уже, как я уже сказал выше, сразу определиться в критериях. Вот откуда мы их будем брать? С проторенной широкой дороги наших показателей достижений или с тропы конкретных результатов? Пожалуйста, Евгений Александрович. Игорь Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В вашем вопросе прозвучали определенные цифры. Вы сказали, что экономика России вкладывает порядка 2% в мировую. Вот знаете, те цифры, которые я слышал от ряда экономистов и читал в различных изданиях, даже еще ниже. Речь идет буквально об одном проценте примерно. Но при этом у нас территория самая огромная, потенциал самый огромный. Это такая небольшая поправка. Спасибо большое за поправку. Но вот знаете что, разброс цифр, он же в любой сфере и в любом направлении существует. Я сказал меньше 2%, вы сказали еще меньше. Меньше 1%. Меньше 1%. Это примерно столько, сколько сегодня набрали 3 кандидата в депутаты. Все меньше 1%. Ну, для сравнения. Пожалуйста. Да. Насчет инвестиционной привлекательности области. Вы сказали 83 место. Рейтинги я сказал. Правильно сказал? В рейтинге. Я слышал то, что вы сказали. Вы сказали о положении Иркутской области с точки зрения рейтинга. Речь идет о рейтинге, который готовит ОСИ. Это агентство стратегических инициатив. Так вот, я просто хотел проинформировать, не могу вот этот тезис оставить без внимания. Дело в том, что данный рейтинг формируется на 70% из социологических показателей. Что это значит? Это значит, что специальная группа, которая опрашивает предпринимателей, это рейтинг про бизнес, про инвест привлекательность. Эта группа звонит представителям бизнеса, конкретным экспертам на территории области и задает вопрос, а вам нравится то-то или то-то, а вас устраивает срок подключения к таким-то коммуникациям. И вот то, что эти люди отвечают, да, нет, не знаю, плохо или хорошо, и как раз формирует этот самый рейтинг. Так вот, объективные показатели 30% и субъективные показатели, то есть опросные, 70%. И поэтому у нас вот такое вот место в рейтинге, возможно, из-за этого. А кто, кстати, в этом виноват? Вот то, что не соответствует цифр. Официально 83%, а на самом деле, вот как вы говорите. Да, если оценивать объективные показатели, такие как рост ВРП региона, объем инвестиционных вложений в субъект, то у нас вот все с точностью наоборот. Мы наоборот одни из лидеров в Сибирском федеральном округе и в Российской федерации. В прошлом году мы заплатили больше почти на 55% налогов в федеральный бюджет. С территории области было мобилизовано, вы только представьте цифру, 180 миллиардов рублей в федеральный бюджет. Это больше на 55% почти, чем результат предыдущего года. Евгений Александрович, тогда я хочу спросить, и это правомерный вопрос. А почему, ну скажем так, определенные структуры, люди ли допускают, чтобы ходила такая цифра? Ведь мы же пользуемся цифрой, это же официальная цифра. Вот это же, значит, кто-то не следит за тем, как освещаются экономические результаты области. Я правильно понимаю? Нет, я неправильно. Тогда объясните, как правильно. Значит, сразу скажу, что за прошедший 17-й год нами была проведена очень большая системная работа, называется целевые модели инвестиционной привлекательности субъекта. Так вот, оси как раз внесет коррекцию в методику расчета и определение места конкретного субъекта. И вот ближайший рейтинг будет объявлен совсем скоро на летнем питерском экономическом форуме. Понятно. Вот. И вот то место, которое мы там получим, с учетом изменений, которые произошли и у нас, и у авторов рейтинга, вот оценим. Я сейчас не берусь там говорить, что... А спрогнозировать приблизительно можете? Ну, условно. Вы знаете, вот если, скажем, объективные цифровые параметры учитывать, я имею в виду сроки подключения к коммуникациям, сроки оформления разрешения на строительство, доступность финансовой поддержки в наших институтах развития, система налоговых льгот, работа инвестиционного совета при губернаторе, то вот по объективным показателям, которые у нас закрыты действительно документацией, мы сегодня демонстрируем средний уровень по России. Это говорит о том, что мы должны быть, ну, как минимум, где-то в середине рейтинга. То есть, в 40-ое, грубо говоря. Ну, 40-ое, 2-ое. Вот эта зона, там, плюс-минус 5, ну, может быть, 10 позиций. Может быть. Но посмотрим, собственно, что даст социологический опрос. И вот вторая часть вашего вопроса касается тому, а кто виноват, да, почему вот такой вот дисбаланс. Ну, тоже ответ очевидный, что, к сожалению, да, вот, ну, скажем, элитные группы, буду их прямо называть, Ну, вот они на сегодня, или на вчера, наверное, я хотел бы, хотелось бы в это верить, они разбалансированы, к сожалению. И то, что отвечают предприниматели по телефону, вовсе не обязательно может означать действительность. Тогда я... Много времени забираю. Ничего страшного, тогда я добавлю последнее очень коротко. А кто виноват, что элитные группы разбалансированы? Я скажу так, все мы. Все мы, абсолютно. Вот все, кто здесь присутствует, и не только. Понятно. И насчет критериев, вы сказали. Да, да. Я упомянул про инвест-привлекательность, инвестиции. А вот мерить, там, мне бы хотелось, чтобы сегодняшний разговор был посвящен все-таки людям. И того, что у них в карманах. Что в кошельке, в кармане, в холодильнике. Это самая простая, самая правильная категория. Это нормально. Вот, Олег Михайлович, я хотел вас спросить, как за минувший год изменился деловой и инвестиционный климат в Иркутской области. И дальше я себе записал. Но мне очень важно, чтобы, отвечая на этот вопрос, вы проанализировали, как могло случиться, что мы в инвестиционном рейтинге оказались. Я написал, согласно данных, на 83-м месте. Постольку, поскольку, Евгений Александрович меня существенно поправил, я видоизменю вопрос. Я не спрашиваю, как оказалось. Я по-другому спрашиваю. Вас устраивает то место, на котором мы сегодня реально оказались? Ну, ответ, я думаю, очевиден, на самом деле. Место не устраивает. Но я соглашусь как раз с Евгением Александровичем в части оценки климата инвестиционного и той деловой активности, которая есть в регионе. Я вот как раз в марте этого года, фактически год, как возглавил корпорацию, я вернулся из Москвы, работать обратно в регион. И я в этом смысле могу судить о своих ощущениях и о той работе, и том взаимодействии с бизнесом, которое на протяжении этого года происходило. Я могу сказать, что фактически корпорация увеличила объем финансирования. Количество проектов, которые мы одобрили, оно увеличилось больше, чем в 10 раз. Соответственно, если в прошлом году у нас было одобрено 3 проекта, то в этом году на 70 миллионов рублей, то в этом году общий объем финансирования 1,8 млрд. Из них 750 миллионов – это средства инвесторов реальных наших проектов, которые реализуются на территории Иркутской области, которые привлечены. И, соответственно, это те рабочие места, их там около 500 в результате реализации этих проектов планируется создание. Это налоги. И, соответственно, мы посчитали, что по количеству одобренных проектов сегодня корпорация, которая реализует общий налог, налоговое отчисление за весь период реализации больше 4 млрд. рублей. Я напомню, что в корпорацию в 2013 году вложили там около 2 млрд. в качестве уставного капитала. Поэтому работа очень напряженная у нас. И мы видим этот поток проектов, инициаторов, людей, которые готовы инвестировать в Иркутскую область, в наш с вами регион и запускать здесь очень интересные передовые проекты. Ну, а вот если, как вы говорите, в 10 раз больше, больше, чем в 10 раз, больше результаты минувшего 2017 года. Рейтинг, ну, понятно какой, 83. Тогда я хочу вас спросить, с вашей точки зрения, а вы как раз вот этими делами занимаетесь, а какой бы он должен быть? Вот мне интересна ваша точка зрения. Вы генеральный директор корпорации развития Иркутской области. Вот, значит, вам и карты в руки в том смысле, что ну вам примерно, я не говорю четко, вот цифра в цифру, тютелька в тютельку будет принято говорить, но примерно вам ясно, какой рейтинг. Так какой? Давайте вот, чтобы люди услышали, а какой же рейтинг мы занимаем сегодня? Ну вот ошиблись цифры, допускаю. Плохо, что никто не замечает, никто меня не переубедит, это плохо. Ну, вы только что со мной согласились. Какой рейтинг? Вот на семнадцатый год, примерно. Я могу говорить только о том, как я себе вижу экономику, и тот потенциал, который есть у нас в регионе, и то качество человеческого капитала, и нашу ресурсную базу, и те возможности, и качество образования, которое у нас есть. Я считаю, что регион и область, она заслуживает, но если быть не в первой пятерке, то в первой десятке, по своему потенциалу, который может быть не в полном объеме на сегодня реализован. И безусловно, мы можем и должны стать лидерами и в Сибирском федеральном округе, и мы, если говорить по объему прироста инвестиций, то мы действительно на первых позициях. Я вас понял. А вопрос места, это вопрос индивидуальный. Заслуживает быть. Быть это, насколько я понимаю, в будущем. А пребывает в каком варианте? Быть это хорошо, мы все заслуживаем, ну скажем, достойных зарплат, но не все их получаем. А вот пребывает сегодня, вот это же очень важно. Я думаю, мы сегодня находимся в середнячках, и в том числе по причине того конфликта, про который вы сказали, между элитами, и может быть определенным таким отношением, скажем так, скептицизма, к которому жители региона, элиты к себе относятся. Евгений Александрович сделал конфликты. Конечно. Поэтому вопрос как раз построения вот этого общего будущего, понимания региона, куда мы идем, он на сегодня ключевой. И мы эту работу в прошлом году провели. То есть мы впервые выиграли на федеральном уровне Farsight Camp, и там порядка 400 человек собралось, и спроектировали свое будущее. И там люди выработали единую позицию на развитие региона, вне зависимости от того, какой политической партии не относятся, в какой они элите и так далее. И это, наверное, ключевая задача сегодня по консолидации, которая стоит перед областью и перед нашими жителями. И она позволит нам занять достойное место. Вы согласитесь со мной, вот скажем, Евгений Александрович, Роман Владимирович, если я скажу, что одна из ключевой задач является в том направлении, о котором мы говорим сегодня, это преодоление клановых интересов. Несомненно. А вы да? В нашем случае, может быть, слово клан не совсем уместное, но действительно то, что есть... Да, то, что есть... Хорошо, групповые. Групповые. То, что есть групповые интересы, которые не синхронизированы между собой, это факт. И задача их синхронизации, в общем, это вопрос нашего выживания, движения в будущем. Вот клуб у вас носит имя байкальских стратегий, поэтому хочу обратиться к вам. Ну, я так полагаю, каково название клуба, те люди там и работают, то есть стратегии. Вот я сейчас сошлюсь на классику. В 11 номере газеты «Аргументы и факты» глава Минтруда России Максим Топилин заверяет огромную аудиторию аргументов и фактов. Эта газета сохранила тираж более полутора миллиона, ну и плюс на 4 в среднем надо множество. Цитирую по тексту. В 2018 году средняя зарплата врачей должна быть доведена до 200% от средней зарплаты в регионе. Я помню, что среднюю зарплату в регионе мы давали порядка 37,8 тысяч, ну примерно вот такая вот, а где-то в декабре или в январе месячная зарплата у нас получилась 43 288. Я не буду ориентироваться на 43 288, я сориентируюсь на 38. Это значит, если я правильно считаю, то врач у нас должен получать 76 тысяч рублей в месяц. вот как вы полагаете, ну не как вот человек, который работает непосредственно в этой области, а как человек, который занимается проектами будущего. Вот полагаете ли вы, что вся эта благость так и останется на ближайшее время чем-то вроде протокола о намерениях? Ну как и множество, скажем, обещаний, громко звучавших на байкальских экономических форумах в начале на Левых. Или тут конкретно в ближайшее время, ну скажем, в этом году, это же не я сказал, сказал министр труда, уже мы получим такую зарплату. Только не в среднем по больнице, не как средняя температура по больнице. Вот я хочу очень услышать ваше мнение, а потом вот остальных костей. Игорь Григорьевич, я как обыватель сперва отвечу. Да, я так и... Сомневаюсь. О, спасибо. Да, что так будет. Спасибо. Хотя, еще раз как обыватель, с другую грань могу посмотреть этой ситуации. Надо помнить, что, видимо, Максим Топилин говорил об этом перед выборами. И поскольку у нас президент выиграл выборы, а он, по крайней мере, по предыдущему шагу, мы помним, он обязательства свои выполняет. Ну да. И майские указы, которые в 12-м году были приняты, они, в общем, в той или иной мере исполнялись. Не всегда там стопроцентно успешно, но тем не менее... И не всегда в сроки. Да. Поэтому, возможно, вполне, что это заявление будет подкреплено ресурсами и действиями. Причем это же, так сказать, федеральный министр, и заявление касается всей страны. Но, понимаете, тот же президент, если вы помните, в своем послании сказал, что мы, в части медицинского направления, ну, не так давно, очень успешно сокращали, урезали ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, и сокращали маленькие больнички в районах. А сейчас их снова восстанавливаем. По новой складываем в это деньги. Я вот хочу понять, откуда деньги будут взяты, если сейчас надо снова найти их на ФАПы, надо снова найти их на маленькие больнички. Мы сократили столько койко мест. Ну, и так далее, и так далее. Особенно, особенно, Роман Владимирович, сегодня, ведь у нас же есть потрясающие результаты в медицине, я имею в виду, в сфере новых технологий. Необычайно вот то, что делают уже сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. Вот то, что там творится, но это же стоит сумасшедших денег, и технологии стоят. А мы сейчас, вот мы разговаривали, в частности, с Елена Александровичем говорили, будем говорить об экономике наших с вами, вот людей, которые работают, не бог весть, на каких должностях. Сейчас говорим о врачах. Их очень много в масштабах. Вот простой вопрос. Где деньги? Где деньги? Я хочу отметить, что наше государство, одно из немногих в мире, с очень маленьким объемом долга. Мы мало кому должны. В отличие, например, от Соединенных Штатов Америки или Англии, где гигантские долги перед другими государствами и даже собственным населением. А вы не считаете, сколько мы должны пенсионерам? Это даже включая это. Даже включая это. Если сравнивать разные государства. Поэтому, то, что я слышал от федеральных политиков, что будем занимать. И там будем брать деньги. А дадут? Ну, учитывая низкий уровень долга, дадут. Потому что любой профессиональный финансист и инвестор, он всегда смотрит на соотношение, действительно, продукта годового, объема долга и так далее. У нас звонок есть, сейчас ответим и продолжим. Вот Олег Иванович звонит из Иркутска. Олег Иванович, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста, если можно, коротко сформулируйте вопрос. Добрый день. День добрый. Вечер точнее. Вопроса два. Два, давайте. В первую очередь. В первую очередь. Сколько времени существует компания по развитию Иркутской области? Корпорации вы имеете ввиду? Они уже вообще сделали вот эти товарищи. А что вы сделали? Я правильно вас понял? Без многословия 8 миллиардов нам кто-то вложит. А, корпорации. Что вы сделали? Это корпорации. Так, первый вопрос понятен. Второй. Можно отвечать. Второй вопрос. Непосредственно примеры работы какой-то уже есть? Или просто все слова? Все, понятен вопрос. И второй понятен. Я думаю, второй вытекает из первого. Корпорация создана в 2013 году еще при прошлом губернаторе. Соответственно, я работаю год. Ну, в этом году мы одобрили 15 проектов. Более того, первый уже реализованный. Буквально две недели назад мы открыли диагностический центр в Братске. Этот проект финансировала корпорация 343 миллиона рублей. Сегодня это одно из самых современных лечебных учреждений по диагностике, по оборудованию, которое есть у нас в области. Даже лучше, чем в Иркутске. Там оборудование на сегодня представлено. Сегодня, соответственно, финансируются и запущены проекты и по производству и открытию у нас в Иркутске производства по тест-полоскам, по глюкометрам. Мы это рассказывали в прессе. Эта информация есть. Из маленьких таких небольших проектов буквально в новом году мы одобрили, профинансировали грибную ферму в Шелиховском районе. Вроде бы относительно небольшой проект, но тем не менее. Опять-таки поддержан проект и постройки в Саянске по 30 тысяч за квадрат. Жители могут приобрести шикарные таунхаусы. И сегодня этот проект тоже поддержан корпорацией. Шикарно это не натяжка? Я думаю, что нет. Я бы даже сказал, учитывая и локацию, и место расположения что очень достойно уровня жилье по той цене, которая на сегодня сложилась. Очень интересный проект. Мы в него может быть поневоле вошли, поскольку федеральный центр отказался финансировать и ЖК такого рода проект. Ну и соответственно стройка была начитана и сейчас финансируем. Я уж не говорю про те проекты, которые мы поддерживали в течение года, например, по поддержке нашего хозяйства Искра и выводу соответственно из кризиса и по автоколонии 1880, которые фактически обеспечивают сейчас все региональные перевозки и соответственно вышло уже на безубыточность, что в общем для такого рода компаний это, скажем так, нонсенс. Сейчас в портфеле корпорации 15 проектов и в этом году я уже сказал, что мы больше чем на миллиард только за год 2017 профинансировали экономику Иркутской области. В этом году масса интересных проектов. Сейчас смотрим, но мы уже смотрим в такие высокотехнологичные проекты и в участии в уставном капитале данных проектов. Понятно. Евгений Александрович, у меня вот к вам вопрос. Давайте поговорим об аппетитах семьи. Вот это интересно. Экономика это же в общем-то аппетит семьи тоже. Я вот вначале уже говорил, что на развитие экономики хорошо бы посмотреть через кошелек ее зрителей. Вот здесь картина такова. На Западе, если у вас другая арифметика, с удовольствием выслушиваю, на Западе на еду ходит, я вот внимательно смотрел в нескольких источниках, 20% от зарплаты. У нас в среднем дают цифру 50, нередко получается чуть больше. Вот каковы конкретные шаги предусматриваются вашим министерством для сокращения этой дистанции или просим, когда денег добавить в зарплате. Ясно. Вопрос понятен. Вы знаете, он, конечно, такой очень общий, чтобы на него отвечать очень кратко и емко. Вы просто строгно зовите. Нет, секунду, секунду. Вы сказали 20% за рубежом, 50% у нас. Но это, прежде всего, констатация разрыва между уровнем жизни населения за рубежом и уровнем жизни населения у нас. Ну, в какой-то сфере. Доходы населения, главный критический показатель это реальные располагаемые денежные доходы и у нас действительно, скажем, объем доходов начисленных, он меньше и поэтому у нас, ну, меньше относительно тех величин, которые мы имеем в виду за пределами границ наших. Вот, поэтому наши люди можем говорить о том, что да, действительно, мы в этом смысле беднее. Вот, а что делает министерство для того, чтобы эта ситуация менялась? Ну, отвечать можно многое, можно снять целый цикл передач. Я могу рассказывать в рамках одной передачи о поддержке бизнеса через институты развития. В другой передаче я могу говорить и отчитываться о налоговых льготах, которых мы предоставляем на 6 миллиардов, получая огромный мультипликативный эффект в виде инвестиций вложенных в рабочих мест. Поэтому суть работы министерства и правительства как раз состоит по сути только в этом. Для того, чтобы два показателя это уровень и качество жизни людей улучшались. Поэтому вся наша работа она, ну, крайне системно проходит в том числе с участием федерации, с участием федеральных денег. то есть самая конечная цель для нас это создание рабочих мест высокопроизводительных, высокооплачиваемых. Поэтому если позволите у меня вот вам предложение. Может быть мы снимем цикл передач и я подробно действительно смогу рассказать о том, что мы делаем. Для того, чтобы это было бы очень хорошо, чтобы мы делали цикл передач, но, к сожалению, неизвестные условия. Я не буду сейчас об этом подробно говорить. Вот. Вы тоже понимаете о чем я говорю. Олег Михайлович, вопрос, который я вам хочу задать, частично на него уже ответили и очень хорошо. Но это маленькая часть того, что люди хотят услышать. А я вот много раз слышал, что локомотивом, способным вывести регион, скажем, из любого кризиса является стройкомплекс. Ну, вроде бы это утверждение давно уже преподносится как аксиома. Я не могу понять, можно ли его отнести вот это утверждение к иркутскому стройкомплексу, потому что еще в 1989 году в области сдавали, никто не даст собрать, полтора миллиона квадратных метров жилья. А спустя почти три десятилетия, несколько лет подряд уже сдают где-то половину, иногда чуть больше этого. А цена одного квадратного метра, вот это я по своему жилю помню, совершенно точно скажу. Вот то, что стоило в 2004 году, увеличилось уже давно, несколько лет тому назад, в три-четыре раза. Вот все мы хотим понять, это очень важно, что будет с нашим иркутским стройкомплексом дальше. То, что вы сказали про Шелихова, прекрасно, но большая у нас область, будем считать, что Шелихову повезло, Саянск, извините, Саянску повезло, но Саянск это же не весь регион. Это очень важно. Давайте поговорим о стройкомплексе, это очень важный момент в экономике региона, я правильно говорю? Очень важно. Действительно стройкомплекс одна из системы образующих в России во всем мире, не только Иркутской области. Вы договорились, но в общем правильно, по Шелихову сказали о том, что там есть проекты. Действительно корпорация финансирует проект домостроительного комбината и его техпереоружения в Шелиховском районе. И не только этот проект, но и проекты, как мы обозначили, я уже выше сказал, в Саянске, где строится жилье нового формата таунхауса. Это и участие в программе совместно с Минстроем по жилью, по социальному, поэтому соответственно на Синюшке, прошу прощения, не на Синюшке, в юбилейном данный сегодня проект на Баграте у нас запускается и в других проектах. И ключевое, все, что связывают эти проекты между собой, это задача, на которую мы работаем и видим для себя, это повышение эффективности и снижение стоимости квадратного метра. Потому что я уже обозначил, в Саянске это 30 тысяч за квадрат. Те параметры, в которых на сегодня запланированы при успешной модернизации и реализации проекта домостроительного комбината тоже должны выйти где-то в стоимость без подключения и без коммуникации порядка 27-30 тысяч за квадрат. Пока они вышли. Тоже касается и соответственно проекта Новоградиона, где мы идем по схеме строительства и аренного жилья для учителей, для медперсонала и соответственно формирование такой цены конкурентной на рынке. И наша задача безусловно здесь такого рода проекты поддерживает. Какая сегодня цена за один квадратный метр вы считаете конкурентна на рынке? Я считаю, что до 40 тысяч за квадрат это та цена, к которой мы реализуя те или иные инвестиционные проекты должны стремиться, а ее можно снизить только за счет в том числе развития отрасли строительных материалов здесь, и поэтому завод домостроительный и опять-таки различных механизмов долгосрочного финансирования вот такого рода строительных проектов. Мы им в практике программах участвуем. Подскажите мне и заранее извините, если ошибусь, но вот я хочу сказать, что вряд ли под силу одной корпорации развития, какого является ваша, вытащить из сегодняшнего состояния того, в каком пребывает стройкомплекс в масштабах целого региона. Или я ошибаюсь? Вы правы, но здесь задача в данном случае государства и корпорации, как все-таки игрока, который принадлежит как компании, государству, это формирование таких индикативных показателей. То есть, соответственно, если в проекты, которые реализуются с участием корпорации, достижима цена 30 тысяч за квадрат или меньше 40 в городе, это означает и этот ценовой ориентир для остальных участников рынка. Если они хотят быть в рынке, хотят быть успешными, они должны ориентироваться на эти показатели и ровно таким образом мы регулируем экономику и ценовую политику, в том числе в этом секторе. Сегодня цена меньше 40 тысяч совершенно нереальна в городе. Есть предложение, почему, например, на той же Синюшке от выше говорил, и даже вот у вас мы здесь находясь, видели рекламу по АЭС 37 тысяч за квадрат. Я думаю, что сегодня это скорее может быть такая ситуация, в которой находится застройщик, она нетиповая и наверно не очень. 37 тысяч это черновая цена, которую потом надо добавлять и получается минимум к 50. Ну, это понятно. Мы сейчас говорим про цену стандартную на рынке. Ну, по крайней мере, такие ценовые ориентиры есть, и наша задача, чтобы обеспечить соответственно достижение этих ценовых ориентиров с одной стороны, а с другой стороны нужно помогать все-таки формирует эти программы для жителей, чтобы они могли себе позволить такого рода жилье, в том числе и в рассвочку и по различным программам. Продолжайте про стройком. Олег Михайлович, он все-таки представляет корпорацию развития, не Иркутской области, правительство в целом. У нас там целое министерство трудится, министерство строительства. Олег Михайлович, это фактически актив 2 миллиарда рублей, миллиарда из которых уже находится на руках у бизнеса. Немного осталось. Секунду. И вот он говорит о точечных, таких показательных, очень важных проектах. Да, действительно, там ключевые, скажем, совещания на тему реализации конкретных проектов с такой вот стоимостью, как Олег Михайлович сказал, они проходят аж на уровне губернатора. Да, действительно, это абсолютная правда. Но касаемо строительной отрасли в целом, это не только цена за квадратный метр. У нас сейчас набирает обороты тема, называемая ГЧП, государственное частное партнерство. Буквально вот недавно, 8 марта конкретно, в Иркутскую область поступила частная инициатива от компании Росатом. Ну вот такая дата я очень хорошо запомнил, потому что, во-первых, инициатива масштабна на 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Речь идет о строительстве онкологического корпуса, самого современного, на 5 самых современных ядерных установок. Да, да, да. Вот. И в этом проекте свыше полутора миллиардов это деньги на стройку. Вопрос. Это поддержка строительной отрасли? Огромная. Да, несомненно. Огромная. Все наши остальные проекты, строительство металлургических заводов, строительство диагностического центра, то, что мы профинансировали, да везде стройка. И статистика это показывает, что да, вы правы, строительная отрасль находится у нас в такой критических условиях, но тем не менее, мы уже отмечаем рост инвестиций в сферу под названием строительство. Понятно. Это я понимаю. Почти на 50% в сравнении с прошлым периодом. Вот это, кстати, очень хорошо. Поэтому инфраструктурные проекты и вот и в послании президента, и там выступление Медведева, Дмитрий Анатольевич на форуме в Сочи, выступление Орешкина. Сейчас главный такой федеральный тренд это вложение государства в инвестиционные проекты с привлечением средств частных компаний, в том числе госкорпораций, у которых денег действительно много, на условиях государственного частного партнерства, а также с привлечением финансирования от людей, нас с вами, но на добровольных условиях, через выпуск, например, облигаций. Ну вот Владимир Владимирович сказал, что в медицину будет вложено в этом году в два раза больше. И он отдельно отметил онкологию. будет программа государственная по онкологии. Вот я хочу понять одну вещь, и это надо, чтобы понимали все. Вот сегодня у нас вот так метафористично сказано из каждого утюга нас уверяют, что вот в этом году отечественную экономику ждут успехи. Я не отрицаю, даже убежден, повторяю это, что первоначальные сдвиги многие уже почувствовали, и это действительно так. Но вот от первоначальных сдвигов до экономических успехов за год, ну, примерно дистанция такая, сколько от моего возраста до студенческого. Вот это вот тут очень важно понимать. Неужели возможны такие превращения вот 10 лет отрасль буксовала, ну, условно говоря, многие годы, и вдруг вот она как-то стремительно наберет ускорение. Если это так, то благодаря каким ресурсам не преувеличиваем ли мы, как это часто бывает, свои возможности? Вот это я хочу у вас, как у специалистов, спросить. у нас с вами разные утюги, судя по всему. Ваш об этом не говорит. я не так часто слышу о том, что у нас все сегодня вдруг куда-то вверх рванет. Но мне кажется, многие эксперты экономисты на самом деле наоборот осторожничают. А вот я слушаю каналы федеральные, вы, видимо, а я вот телефон телевизор не смотрю, наверное, да, да, вот так получается, но не суть. Но есть такая правильная проблема. Вы знаете, я вам, я вам хочу сказать так, в свою студенческую бытность, вы же сказали, от студенчества до, ну, да, в 90, по-моему, первом году была такая программа 500 дней. Да, Явленского, Шаталова. Шаталова, да, и я очень хорошо помню свои ощущения, вот мне тогда было 19 лет. 19 лет. И вот это вот ощущение крушения вокруг, да, экономики и такой надежды наивной, что действительно, наверное, там ребята знают и за 500 дней они знают, как сделать так, чтобы все как минимум вернулось обратно. Что мы же все жили в Советском Союзе. У нас сейчас передача идет об экономике, а Галина Павловна держит трубочку. Давайте ей дадим слово, а потом продолжим. Галина Павловна, задавайте свой вопрос, если можно, коротко. Здравствуйте, я бы хотела спросить у вас задать вопрос министру экономики. Задавайте. Скажите, скажите, пожалуйста, вот 4% бюджетникам думает прибавлять наше местное правительство или нет, потому что так до сих пор его эти 4% не получили. Галина Павловна, спасибо за вопрос. Ну, знаете, не буду долго отвечать, 100%, 4% бюджетники получат, это закон. Скажите, еще когда? Я понимаю, что Галина Павловна хочет спросить, когда? Ну вот, с этого года, с 1 января. Галина Павловна, в этом году все у вас будет замечательно, в части 4%. если где-то есть конкретные проблемы, надо смотреть, это закон, то есть увеличение зарплаты бюджетников на 4% это факт. А, Галина Павловна, а сколько вам не платят эти 4%? Вот, с января, а, все, Галина Павловна уже, продолжайте, Роман Владимирович. Когда эти 500 дней прошли, в 1991-2022 году, стало совершенно понятно и очевидно, что чудес никаких не будет. В этом смысле, вот почему мы, например, за стратегию говорим, потому что экономика это вообще всегда длинные процессы. Что значит длинные? Это 3-10 лет, 10-15 лет, в зависимости от сферы и задачи, которая стоит. и поэтому мы верим, безусловно, в то, что она будет разворачиваться, подниматься и усиляться, и мы прикладываем к этому усилия большие, но это будет точно не быстро. Понятно. Евгений Александрович, вот у нас много людей, вот я в том числе, не могут понять, почему при нынешней очень скромной инфляции, ну, вроде 2,5%, население все-таки уже четвертый год подряд беднеет. Опять, это тоже статистика. Почему низкий уровень инфляции никак не связан с уровнем жизни? Логика требует обратного. Так считаю, не только я, но еще 84% населения страны. Пожалуйста. Да, тезис правильный, только тоже я бы его уточнил, он практически уже пятый год подряд. Пятый? В Российской Федерации. Вы в мою пользу сказали, спасибо. Да, в вашу пользу. следует отметить, кстати, процент, который вы назвали, это процент на уровне Федерации, там, 2,52, это Российская Федерация. В нашем случае 3,9%. Это вообще свойственно для Сибири, Дальнего Востока, у нас традиционно более высокие показатели. Но что такое инфляция? Инфляция, это определенная методика, которая по определенным показателям формирует соответствующее значение. Если мы имеем факт, который говорит нам о том, что доходы населения при низком уровне инфляции продолжают падать, при том, что начисленные заработные платы растут темпами, превышающими инфляцию, то, стало быть, что население тратит денег все больше и больше темпами, превышающими инфляцию. Дальше, идем в методику расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. И что мы там видим? Наиболее крупнейшие строки, на которые население тратит деньги, это обслуживание суд, например, ипотечные кредиты, и отдельной строкой обслуживания товарных кредитов. Вот у вас, например, какой телефон? iPhone или может какой-то другой? Я бы понимал. Пусть это не будет рекламы. Я просто хотел привести пример. Если бы вы свой дорогой девайс приобрели бы в кредит, то вы бы ухудшили статистику с точки зрения реальных располагаемых денежных доходов населения. Потому что те суммы, которые по договорным обязательствам вы оплачиваете в банк, кредитную организацию, они как раз и формируют статистику и демонстрируют, что вы вроде как становитесь беднее. Это такой первый момент. Хотя почему я, например, идеологически не согласен с этим. То есть товарный кредит, который вы берете по своей доброй воле, он тем не менее уменьшает ваши реально располагаемые денежные доходы. И еще ситуация. Игорь Григорьевич, опять-таки к вам вопрос. Вы, кроме этой официальной работы на телекомпании, какие-то иные виды доходов имеете? Конечно. Вы имеете, да? Они же не участвуют в статистике, верно? Но если они участвуют, хорошо, тогда эта история не про вас, но в Российской Федерации и у нас в том числе теневой сектор оценивается в 20-30% от экономики. Выше 40% зарплаты у нас теневая. Верно. И вот как раз вот этот момент говорит о чем? Что статистика берет реальные расходы населения, реальные расходы, но берет только официально начисленные заработные платы. И получается, что по статистике вроде как действительно мы беднеем. Но если мы посмотрим на рынок в целом, в нашем городе, в Иркутске, в столице Приангария, приедем, не буду рекламировать, но скажем, крупные торговые центры, вновь открывшиеся, строительные, продуктовые и прочее, что мы увидим? Мы увидим просто дикие очереди, огромное количество дорогих автомобилей, ну и так далее. Поэтому эта категория, вопрос, который вы задали, не имеет абсолютно однозначного ответа. Здесь надо поразбираться в методиках расчета, поразбираться. Я бы все-таки не стал драматизировать ситуацию. Официально, опять-таки, по статистике, в заключении ответа, отмечу, что темпы снижения расходов населения у нас сейчас уже практически стремятся к нулю. Но все-таки пока еще вниз, к нулю. пока еще вниз, но темпы уже очень и очень низкие. Понятно. Вот, Олег Михайлович, умные люди мне рассказали по ТВ, вот по тому самому, который Роман Владимирович не любит смотреть, что 800 профессий могут быть роботизированы в ближайшее время. 65% профессий будут не востребованы уже в 2030 году. Так записано. вот еще я слушал интересную вещь. В Америке уже сейчас серьезно задумываются над тем, куда девать 12 миллионов водителей грузовиков. В связи с грядущей роботизацией профессии, вот корпорация собирается предпринять соответствующие шаги, чтобы как-то идти в ногу с технологиями 21-го вентиляции. Или не до жиру? Или не до жиру? Дальше не буду. У нас очень интересный и мы на самом деле результаты вот это вот процессов, мы даже сами сегодня наблюдаем. Вот недавно была информация о том, что сократили сотрудников ГИБДД. Опять-таки это ровно из той же истории, когда действительно за счет внедрения камер, за счет компьютеризации идет реальное высвобождение людей, даже у нас с вами не где-то в Америке, где автопилоты ставят соответственно У вас на работе телефонистка не снимает трубку, уже не говорит соединяет. Конечно. Поэтому возвращаясь к тому тезису, который Роман Владимирович озвучил, что идет достаточно медленное изменение в экономике. Мы сейчас как раз находимся на том переломном моменте, когда такие изменения будут идти гораздо быстрее. Сейчас действительно происходит такая смена формации и где-то там за границей это более отчетливо видно, у нас менее отчетливо, но тем не менее такие процессы идут. И сегодня они могут идти как в лучшую сторону. И действительно тот потенциал, который есть у нас в регионе, он будет задействован и мы действительно войдем в первую десятку по привлекательности и по соответственно деловой среде устойчивости бизнеса и развития его. А могут пойти и в обратную сторону, когда те традиционные отрасли, которые в прошлом веке фактически у нас все заложены здесь в регионе, они просто не будут востребованы, их продукция. И мы сейчас частично это тоже наблюдаем. Когда говорим про общий фон, что люди не, доходы-то их не растут, это ровно оттуда же, что традиционные отрасли, на которых функционировала экономика, они не генерируют достаточную норму прибыли. И задача корпорации сегодня одна из ключевых. Это действительно поиск совместно с Клубом Байкальской стратегии в рамках тех проектов по форсайту, которые мы реализуем, и в рамках планируемого открытия сейчас в апреле точки кипения. Это совместно с агентством стратегических инициатив. Мы профинансировали создание такого колокинг-центра, где будут разворачиваться основные проекты национальной технологической инициативы. Это как раз новая экономика с рынками больше 100 миллиардов долларов к 30-му году. Что же касается корпораций, мы как раз выделили для себя эти направления, и в том числе одно из направлений, которые мы видим сегодня очень перспективным, это биотехнологии. И сегодня мы проводим реальную работу с французскими инвесторами, когда отходы производства фактически от обернутых приходами в виде опилок, которые уничтожаются, сжигаются любые пилеты, можно преобразовать будет в протеины, в белки, в продукцию. В виде налогов. В виде создания конкретных рабочих мест, потому что каждое такое предприятие это фактически больше 100 миллионов долларов инвестиций, а по оценке наших французских инвесторов в Иркутской Трухобласти больше 10 можно таких предприятий создать. А также подтянут за собой остальные отрасли, потому что, например, создание кормов для аквакультуры, для рыбы, для разведения, оно может создать условия для развития опять-таки вот этих ферм и рыбного, промышленного производства рыбы на наших ресурсах, развитие судостроения и так далее, и так далее. И наша задача сегодня корпорации действительно поиск таких ключевых точек, которые дадут возможность сделать этот рывок для развития региональной экономики. У нас звонок есть. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем. Если можно, время мало остается. Конкретный вопрос сформулируйте. Мой вопрос касается строительства дома на улице Багратиона, финансировать, которая взялась корпорация развития Иркутской области. Об этом проекте сообщали в печати, по телевидению, но вот новая информация о ходе строительства, о том, как можно войти в число будущих жильцов, об этом как-то вот нет информации. Хотелось бы услышать. Спасибо за вопрос. Проект действительно вышел в стадию реализации. Корпорация уже первый транш и первый заем предоставила под 7% годовых под льготную ставку для как раз Иркутского регионального жилищного агентства. И сейчас фактически идет уже нулевой уровень выводится и решается дальнейший вопрос по финансированию проекта. Буквально сегодня у губернатора было совещание по этому поводу и как раз вырабатывались основные механизмы как дальше двигаемся. Там есть две принципиальных развилки и на сегодня два возможных решения по развитию этого проекта. Первый это создание такого фонда арендного жилья где как раз медицинские сотрудники и социальная сфера из детских садов воспитатели могут по очень льготной стоимости брать в аренду. Второе направление это реализация соответственно по льготным ценам данного данного квартирного фонда. Я думаю что в ближайшее время в течение этого месяца мы очень подробно про этот проект расскажем и в прессе в том числе и будет понятно куда обращаться каким образом двигаться. Очень коротко сейчас давайте включим такой ресурс называется краска сестра таланта. сегодня промышленные гиганты местного разлива давно уже уступили своей территории торговым центром. На месте завода Куйбышева торговый центр Фортуна там где находился завод карданных волос еще один торговый центр. Приказали долго жить Братс Гэстрой крупные предприятия Уссули Сибирского список можно продолжать. Промышленное развитие сегодня ну честно честно говоря хромает на обе ноги не только промышленное возьмите байкальскую территорию вам хорошо знакомую и там социальная экономическая картина не лучше. Вот я хочу спросить а вы коротко мне сформулируйте ответ почему стратегии в избытке а результатов в частности в экономике не густо почему с отчетными показателями все окей а с конкретными делами белых пятен хватает Знаете надо здесь просто к понятию стратегии обратиться потому что я в своей жизни первую стратегию увидел в 2001 году которую писал доктор Самаруха для Гаворина вот большой фолиант написан был в закрытых кабинетах там малым количеством людей 5 минут после этого лег под стол под сукно и там и остался лежать поэтому мы сегодня обсуждаем то что стратегия в первую очередь а то что живет в головах у людей которые делают дело если эти люди синхронизированы они договорились что мы идем вправо влево или вперед не соответственно появляется стратегия до этого момента ее просто нет тогда еще один вопрос вот федеральный бюджет 2017 года закончен с прибылью 12% ну а уровень дотационности пока остается как вот неизвестная цифра 58% в регионах в общем большинство регионов на сносную жизнь все равно просит у белокаменной финансовую помощь в прошлом году наша область заняла девятое место среди субъектов Российской Федерации по социально-экономическому развитию область даже получила грант в размере 700 миллионов рублей ну а зарплату нередко еще случается на предприятиях как не давали в положенные положенные сроки так и не дают люди как беднели так пока продолжают беднеть цены как летели вверх так и летят почти как в песне летите голуби летите а вот дядя Вася с тетей Маней или вот оператор который нас показывает что конкретно получили от этого прибыльного федерального бюджета или вот от 700 миллионного гранта ну 12 процентный рост это рост доход доходов бюджета федерального то есть это вовсе не означает что вы сказали да прибыль это рост доходов но при этом федеральный бюджет остается у нас дефицитным понял вот сейчас понятно основные цифры это порядка 15 триллионов рублей доходов и порядка 17 триллионов рублей расходов и 12 процентов это просто рост над планируемым значением вот на соответствующую величину дальше что получили субъекты тут тоже очень просто Иркутская область получила в прошлом году 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета на различные программы в качестве софинансирования затрат которые осуществляются в регионе это строительство школ там фапов кстати и так далее инфраструктура поддержки бизнеса так вот действительно в течение года мы видим картину когда Москвой принимаются решения направлений дополнительных средств при образовавшихся дополнительных доходах федерального бюджета поэтому вопрос что получили собственно получили дополнительные деньги на конкретные проекты и цели а 700 миллионов рублей этот грант для нас как регион занявшим девятое место во всей России он не обременен конкретными целями он фактически направляется в нашу общую бюджетную массу и направляется на самые конкретные цели в соответствии с той очередностью которая существует межбюджетные трансферы там в свою очередь также школы зарплаты и так далее вот теперь понятно я думаю еще минутки две осталось и вот у каждого где-то будет секунд 30-40 а я предлагаю приступить к такой симпатичной процедуре на троих вот правда несколько в ином смысле вот всем вам задам один и тот же вопрос какой бы результат в региональной экономике по итогам 2018 года вас бы устроил исходя из личных рабочих установок 40 секунд 40 секунд 40 минут секунд начинать рейтинги мне бы хотелось чтобы все-таки рейтинги стали справедливыми кстати рейтинг оси это не единственный рейтинг хотел дополнить но время не стал брать согласно рейтингу эксперт вы вопрос задавали где конкретно наше место так вот я отвечаю конкретно наше место в 20 и мне бы хотелось чтобы это законстатировано было основными скажем агентствами потому что это действительно важно для нас это информация для инвесторов дальше Мне бы хотелось, чтобы инвестиции продолжали расти. У нас 259 миллиардов рублей инвестиций вложенных. И вот моя задача как руководителя экономического ведомства, чтобы данное значение росло. Мне важны рабочие места. Для меня это очень важно. У нас есть конкретный план по рабочим местам, поэтому я заинтересован в этом. Я заинтересован в эффективной работе инфраструктуры поддержки бизнеса. Эффективное это что такое? Это конкретные ключевые показатели по количеству профинансированных проектов, объему предоставленных займов, созданных рабочих мест, налоговых отчислений. То есть моя история это про людей все. Роман, очень коротко. 10-12 секунд. Наша задача, я считаю, на 2018 год это сформировать и опубликовать общественный доклад о стратегиях. И привлечь к нему внимание лиц, принимающих решения в регионе. И запустить несколько проектов, бизнес-проектов, претендующих на крупные региональные компании. 15 секунд. Только вот коротко. Лечевой задачей, я вижу, запустить 2-3 высокотехнологичных проекта, которые определят будущее региональной экономики, создадут вот эти рабочие места и позволят нам смело смотреть в будущее новой экономической реальности. Спасибо большое. Ну а мне бы хотелось, чтобы мы собрались с вами в 2019 году, желательно 19 марта, и сказали о том, что все, чего вам хотелось ровно год тому назад, сбылось. Спасибо вам за это. Всего вам доброго. Спасибо.